Всем хай! С вами Южин и сегодня мы снова играем в Subnautica Below Zero. Как хорошо, когда у тебя тело твое позволяет играть в игры, записывать старые добрые видосики. У меня уже потихонечку остался голос. Восстанавливается мое внутреннее равновесие. Я был очень расшатан, а теперь я очень прямой, строгий и сфокусированный. Но все еще кашляет. О боже мой, я только что сейчас заметил, что у меня большие ошибки в проектировании моей базы. Вы посмотрите только на это. Какие щели повсюду. Почему вода не заливается? Возможно из-за физики. Это что-то типа, когда стакан переворачиваешь и опускаешь воду, там ничего не заполнять. Наверное, что-то в таком духе, да. Евгений хорошо знает физику. Итак, у нас с вами. Что у нас с вами? Я не помню, что у нас с нами. Мореход, точно. Нам нужно сделать мореход. Мне необходимо очень много ресурсов, чтобы скрафтить то, что мне нужно. Юджин, не хочу тебя прервать, но тебе не кажется, что ты слишком часто говоришь сам собой? Все это глупости. Сейчас я достану из своего шкафчика. Ну вот опять ты это делаешь. Ладно, даже если я и говорю сам собой, в этом ничего страшного нет. Ну не знаю, я боюсь, что это может плохо кончиться. Для тебя все плохо кончится. Говорю сам с собой. Подумаешь. Я могу вам чем-то помочь? Добрый день вам, молодой человек. Окей, слушайте, я ничего покупать не собираюсь. У меня и так деньги постоянно уходят в никуда. А на что вы обычно тратите деньги? Ну там, игры, электроника. Тогда я просто обязан вручить вам левитированную карту Тинькофф All Games. Хм, откуда-то мне знаком этот дизайн. Этот стильный дизайн разработан в коллаборации с художником Лэйзи Сквер. Дизайн действительно стильный. Но как я и сказал, эта карта подходит вам как нельзя кстати. Ведь только с ней вас ожидает кэшбэк до 5% с покупок игр и подписок на всех популярных площадках. И до 2% за покупку электроники, билетов в кино и доставку еды. Ну а кроме того, что вы сейчас перечислили, все равно не хватит, чтобы убедить меня в том, что если оформите карту по ссылке в описании, то получите дополнительный кэшбэк на первые покупки. А именно 20% кэшбэка за видеоигры в Steam, Origin, PS Store и других популярных площадках. 15% за доставку еды и 10% за технику. Все вышеперечисленное звучит, конечно же, просто великолепно, но... Каждый владелец карты All Games, потративший по ней от 10 тысяч рублей, сможет выигрывать 100% кэшбэка на приставки PS5, Xbox, Series X, Nintendo и ПК, или полный кэшбэк на подписки PS Plus, Xbox и любые игры до 3,5 тысяч рублей. Не нужно ждать, собирает свою карту All Games прямо сейчас! О боже. Видимо, и правда слишком часто разговариваю сам с собой. Все дальнейшие исследования, любые дальнейшие действия, только после того, как мы сделаем мореход. Для этого нужен сборщик транспорта. Оу, а у нас здесь нету... Почему? Где? Нам нужно фабрикатор поставить здесь. Вот здесь прямо будет стоять. Нам нужен титановый слиток, смазка и микросхема. У нас нету титана вообще. Но мы можем сделать наружную грядку. Я хочу выращивать гелеобразные мешочки, потому что я видел, что они дают 4 воды и 3 еды. А растут они в очень больших количествах. Это будет халявный источник воды еды. Стоп! Погодите, погодите, погодите. А разве нету другого семени? У меня какое-то семя было классное. Например, вот это. Ой, это нельзя посадить. Ну-ка, а если выбросить и взять нож, разрубить? Ой, как обидно. Хорошо тогда этот орех попозже найдем. Ой, блин, как ярко мне светит все. Так, бросаем. Рубить, 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 рубить. Всего 3 штучки? Раньше, по-моему, их было гораздо больше. Ну-ка, а вот это вот растение, что это такое? Давайте возьмем, посмотрим. Столько еды, столько воды дает. Добыть семена, может быть, получится? Нет. Блин, только сердцевину можно взять и все. Давайте сожрем. Ух, блин, как хорошо она нас насыщает. Я вообще с этим орехом сплавать хотел, но я не могу его найти. Ладно, но мы отвлеклись. Мы хотели с вами добыть кучу металла. Немножко здесь, немножко там. Кварца немного. Еще нарост. Все, инвентарь полон. Титановый слиток, смазка и микросхема. Значит, нам нужен медный провод один. Коралл две штуки. И золото. Блин, у нас так мало, оказывается, коралла. Сборчик транспорта готов. Ну что, давай. Теперь нам нужен еще титановый слиток, расширенный комплект проводов, энергия ячейка, свинец и стекло. Две штуки. А, у меня есть титановый слиток, оказывается, один. Ну, замечательно. Кстати, а подойдут ли две батареи разряженные, чтобы сделать энергию ячейку? Давайте посмотрим, засчитает она или нет. А, оказывается, просто батареи пустые можно использовать. Сколько играл, не знал этого. Силиконовая резина, пожалуйста. Ага, силиконовая резина есть. Два свинца и два стекла. И расширенный комплект проводов. Господи, еще медного провода надо. Еще надо золото, которого у меня, скорее всего, сейчас не будет. О, боже мой, есть золото, это хорошо. Теперь серебро. Я тебя умоляю. Серебряная руда и комплект проводов расширенный. У меня есть все. Все, впервые я делаю мореход здесь. Конечно же, симов ты мне не заменишь. А нет, заменят, заменят. Но ты не такой мемный будешь. Ладно, будешь таким, какой ты есть. Я тебя полюблю таким. Давай. Мореход, модульный подводный транспорт. Для развлечения или работы сзади главной кабины можно добавить дополнительные модули. Или сбросить их, чтобы сбежать от хищников. Какой он странный. Хоть он более несуразный, не обтекаемый совсем. Не, ну, в принципе, хэтчбэк, как девушки и любят. И залезть я могу теперь не с любого места, а только если вот сюда нажму. Ну, блин. Ладно, давайте посмотрим, какая у меня скорость. В волне себе прекрасно. 150 метров всего лишь погружение может быть. Так, нам нужно сделать с вами один маячок. Давайте сделаем два маячка. Кстати, вот вопрос меня мучил. А можем ли мы выращивать ленточника? Он мне ведь... Да, 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 да. Не, ну выращивать ингредиенты для своих батарей, это круто. Давайте посмотрим. Опа, опа, опа. Прекрасно. Мы плывем где пилот. Здесь слишком много этих тварей. О, она нас преследует. Но это не страшно. Уу, смотрите, что это? Так, выбираемся. Мать. А-а-а! А-а-а! Нет! Не жри! Как она его вкоцала? Вообще, оно стоило того? Фрагмент морехода. Оно того не стоило даже. Скорей, скорей! Осторожнее, здесь слишком много тварей, которые орут громко. Господи, какой крик стоит здесь. Ой, а жутко, тут что-то прям есть. Какая-то пещера. Протисанность ли я? Блин, я не протисанность, но может быть я протисанность? Здрасте. Найдено новое место. Возможно, его данные расскажут мне что-нибудь ценное. Вот это я внезапно хорошо нашел. Я собрал достаточно данных для экстраполяции местонахождения компонентов для моего тела. Я добавлю сигнал. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Схрон с телом архитектора. 900 метров вниз. Ой, как мне много надо будет работать. Мне нужно добывать фрагменты новые. Давайте не будем уходить с пустыми руками. Найдем что-нибудь хорошенькое. Соберем различную руду. Смотрите. Как люди существуют с такими ненадежными и доразвитым телом? Прошу прощения. Моё тело отнюдь не недоразвитое. Я очень хорошо над ним работала, чтобы привести его в нынешнюю форму. Да, но в целом форма не идеальна. Она использует примитивные шаровидные суставы. Ты что-нибудь считаешь непримитивным? Люди и так выторговали у эволюции побольше извилин в мозгу и противопоставляемые пальцы рук. Верно. Противопоставляемые пальцы это здорово. Но все телесные формы временны. Предел мечтания это возможность перерождаться, когда тело откажет. Моё тело, моя собственность. Оно у меня одно. Я его холю и лелею. Оно со мной растет. У людей одна жизнь. Мы сажаем деревья. Чуть тень никогда не сможем ощутить. Мы строим для будущих поколений. Благородно, но опять же, крайне неэффективно. Ты ужасно действуешь на нервы. Ты это знал? Я надеюсь вскоре вновь увидеть форму моего народа. Ну, слушай, какая-то она прям такая. Для будущих поколений это, конечно, классно все. Это нужно делать. Но нужно делать в условиях нашей ситуации. Ведь мы смертны и очень мало живем и очень хрупкие. Естественно, нам приходится для будущих поколений что-то оставлять. Но он-то говорит о том, разве не круто было бы, если бы ты могла просто менять свое тело. Или вообще не быть зависимой от тела. Конечно, круто. Кто бы этого не хотел. У нашего морехода тоже есть параметр температуры. Значит, мы сможем его случайно поджечь. Или расплавить. Сигнал вот тут, прямо подо мной. О, смотрите, что это такое. Вот, нам нужно вот в эту пещеру. Ну что, давайте высаживаться. Что у нас там? Почти все уже забито. Чувствую, что мы опять не в ту сторону плывем. Вот говно, я находил где-то здесь, находил базу. Смотрите, еще 300 метров. Давайте вернемся. Тихо, тихо, тихо. Надо чуть-чуть проплыть вот сюда, к этому расщелине. Вот. А теперь вниз строго. Мы должны быстренько сюда сплавать. Сейчас мы обнаружим что-то новенькое. Возможно, что нас продвинет по сюжету. Становится как-то красновато. Я четко ощущаю поблизости технологии моего народа. Рядом есть компонент тела. А, а это что такое? Что за говно? Еще 100 метров вниз, и я не могу проплыть их. Что это? Взять спора цветов. Можно собрать для использования в изготовлении сложных материалов. Собираем. Вау, это что за клака там? И тут полно повсюду. Это те самые цветы, наверное, которые кидают эти споры. Серебряная руда. Все, у меня полон инвентарь. Так, а теперь бы свалить отсюда. Слушайте, сдается мне, мне придется вот здесь искать каким-то образом, знаете, методом исключения. Я четко помню, как я видел базу. Я был в ней. Спасибо, но мне не нужна медная руда. Ты отвлекаешь меня. Я уже запутался. Поплыли вот в эту сторону. Вау, что это? Разве я не сказала тебе держаться подальше? Чего? Я даже не знаю, кто ты. Я бы нашел ее. Мое имя Маргарет Мэйда. Ты на моей земле. Отлично. Можно зайти погреться? Ты не понимаешь слова? Убирайся, альтеранка. Я не из альтеры. Маргарет. Вход. Блин, с первого раза нашли. Вот и база. Нужно зайти внутрь. Фрагмент стеклянного купола большой комнаты. Офигеть. Стоп. Стыковочная шахта. Отлично. Стыковочная шахта целая. Блин, у нас теперь есть стыковочная шахта. Костюм Краб. Не стандартный костюм. Есть. А это журнал только. Данный стандартный костюм Краб третьей модели был вручную модифицирован владельцем путем замены одного из сменных манипуляторов на челюсть молодого хелицерата. Учитывая диапазон доступных высокотехнологичных модификаций Краба в незасекреченном наборе для изготовления альтеры, эта модификация больше является стилистическим выбором, нежели функциональным. Однако в оборонительной ситуации в руках опытного пилота острая рука коготь определенно может быть полезна. Также модифицированный костюм активно использовался в течение многих лет, судя по скоплениям рачков валянусов и перманентно поврежденных секциям экзоскелета. Оценка владельцем хочет, чтобы вы тут бельтешили. Так, ну давай Маргарет. А знаете мне, кого напоминает эта Маргарет? По голосу, по характеру. Ту женщину из The Long Dark, Молли, с которой Астрид общается по телефону. Итак, мы заходим, мы поболтаем, мы пообщаемся, мы подружимся. И да здравствует катсцена. Нет? Да! Вау, что это? Это песик ее. Я же сказала тебе не лезть на мою территорию. Ты выдрессировал эту тварь? В следующий раз я дам ему порвать тебя на ленточке, альтерантка. Я не из Альтеры. Меня зовут Робин Айу. Я ищу информацию о своей сестре, Сэм. Думаю, вы пересекались. Чушь собачья. Я предлагаю тебе немножко прийти в себя, а затем свалить с моей базы. Если ты не альтеранка, то почему бы тебе не отключить эту чертову спутниковую башню слежения, вместо того, чтобы вваливаться на мою базу. Может, когда альтерант меня отстанет, я и вспомню что-нибудь о твоей сестре. На том столе есть хлам, который может пригодиться. Я так и не нашла ему применение. Короче, мне квест дали. Блин, какое прикольное. Я хочу подойти к себе. Ой, да не горячись, не горячись. Все хорошо. Снежный сталкер. Это Саня, только мохнатый. Мохнатый, Саня. Ты что тут делаешь? Эээ, я эволюционировал, женек. Теперь я тебе не буду добывать металл. Я стал шерстяным и приятным. И мне не нужно ничего, кроме как оставаться быть приятным, чтобы меня гладили и кормили. Отличная тактика. Я не буду мешать тебе. Лежи. Что это? Фрагмент полярного лиса. Я так понимаю, это какой-то мотоцикл снежный. Ну давайте уже его скрафтим поскорее. Выскоростной гравицикл. О, на нем вы будете выглядеть круто. Конечно я буду выглядеть на нем круто. Это жнец Левиафан. Она сумела добыть его череп. Нифига она крута. КПК. Уплыв далеко в море, шансов вернуться на сушу нет. Я бы умерла от истощения раньше, чем доплыла до берега. Все, что мне оставалось, выжить достаточно, чтобы меня куда-нибудь прибило. Почувствовала, как меня засасывали. Когда вдруг из-под воды появились огромные челюсти. Тело жнеца всплыло аж через несколько часов. Я вскарабкалась по его боку с помощью ножа и уселась сверху. Я прикинул, что тело проплывет еще как минимум несколько дней. Это не наубилого. Достаточно, чтобы я могла перевести дыхание. Но потонет ли оно до того, как я умру от жажды или после того? У меня был нож, ремонтные инструменты, 3 литра воды. По крайней мере, мне не грозила смерть от истощения. Эти жнецы, они почти полностью состоят из мускулов, но немного жира там есть. Я могла согреваться и пить воду. Хоть у меня было немного, но у меня был ремонтный инструмент, так что была искра. Понадобилась неделя, чтобы впервые зажечь огонь. А я еще узнала о горючести жира жнецов намного больше, чем когда-либо хотела. Мне приходилось экономить костры, но пока они горели, я успевала закоптить мясо, вырезанное из грудной клетки. Чудовище. Ну ты, конечно, Маргарет, вообще. Стоп, что-то еще можем. Что это? Фрагмент модуля тестового режима. Это что-то, что мы должны запустить на той базе. Точно. А мы можем использовать ее, краба? Это, конечно, вряд ли. Да, она нам не позволит. Так, я на всякий случай убедюсь, что я ничего не потерял. Красиво у нас все сделало. Это из позвоночника, получается, да? Нет, это тканево. Кажется, тут мы все нашли. А мы сможем приручать животных вот так же? Вот было бы здорово. Ладно, возвращаемся обратно. Так, что у нас здесь есть? Я вижу какие-то ящики. Я вижу новые технологии. Фильтрационный костюм. Да, детка. Фрагмент пингвикрылика шпиона. Я не знаю, зачем это нужно, но я возьму. Опа, что-то фиолетовое. Это как в пещерах в первой части сабнатики. Фрагменты теплоэлектростанции. Но прикол в том, что это не та база, которую я искал. Ну ладно, хрен бы с ней. А я ощущаю место висположения важного артефакта. Я передам координаты, чтобы ты могла его поискать. Артефакт архитекторов. О, нам краски по пути. Я собираюсь обратно домой? Или я не собираюсь? Нет, я еще пока не собираюсь. Вроде бы. Надо подумать, что я собираюсь делать. Вот модуль тестового режима, но для него нужен узел параллельной обработки. У меня даже такого нет. Что? Ой-ой-ой-ой. Ням, ням, ням. Что это за говно? За что меня коцает? А, минус пять. Эта штука дает минус пять еды, когда пропадает. И еще и коцает меня. Значит, я посмотрел. Я понял, что, оказывается, мы пока не можем плыть на дельту. Ибо у нас нет вот этой штуки дополнительной. Я не знаю, где ее брать. Я также увидел, что мы еще даже мотоцикл воздушный сделать не можем. Еще два фрагмента нужно найти. Полярный лис его называют. Ладно, тогда давайте поплывем. Посмотрим, что это пришелест он нам приготовил. А куда мы плывем в итоге? Мы неправильно плывем. Артефакт. Четыреста метров. Куда? В какую сторону? Я рискну предположить, что это где-то вот здесь. Давайте свалим отсюда, посмотрим. Карта показывает, что здесь нигде нету никаких дырок. Давайте круголя вокруг этого острова сделаем. Если нам позволит игра, конечно. Я уверен, я найду какую-нибудь пещеру. Хорошо, какие-то ящики мы уже нашли. Каких-то кучи ящиков. Ага. Вот мы и нашли тебя. Протиснемся. Иееее. Нет, мой чертов бареход слишком толстый. Нет. Ладно, тогда сам. Сам поплыву. Быстрее. А ну здесь. Что это за символы? Что это за символы? Что, гоу вниз? Прям вообще вниз. Блин, это же шахта. Вот оно что, здесь добывают ресы. Что такое? Теплоэлектростанция. Аптечка, блин, как здорово. Вот это нужно. Вот это прям, прям я сейчас захаваю. Смотрите. Отлично. Костюм Краб, который я смогу крафтить. Так, это просто запись открыта. КПК есть. Модуль. Что это? Это можно брать? Это можно взять. Бур есть. 60 метров, ребят. Вот оно. Что нужно с этим сделать? Артефакт, который ты нашла, содержит следы информации о том, что стало с моим народом. Пожалуйста, вот тебе. Так, что же мы нашли? Что же мы нашли? Статуя инопланетянина. Вот она. Данная статуя неизвестного происхождения, собранная с высокой точностью из блока чистой медной руды, изображает некое существо, напоминающее кентавров из древнегреческой мифологии. Блин, учитывая то, какое далекое будущее в этой игре, то насколько древней для этих людей является Древняя Греция. Предложено несколько теорий. Статуя служила культурным маркером, обозначая присутствие или власть определенной расы. Или подгруппой инопланетной разумной расы. Возможно, религиозный артефакт, изображающий божество или иным образом важную фигуру. И третий вариант художественное самовыражение. Изобретенная форма, изображающая фантастический самос. Че дальше-то, Алан? Алан молчит. Поплыли дальше, посмотрим, че там еще есть. Оу, погодите, как я мог пропустить это? Это что такое? Открытие очек с данными? Что у нас там будет? Просто металл. Если могу ударить. Не извини, бедная креветочка. Обиделась на меня, скорее всего. И еще КПК. Нет времени читать. И еще хрень какая-то. Налобный подарючий, бур. Хорошо, синтезирован чертеж бура. С этой шахтой покончено. Такой быстрый. Хорошо. Погодите, а как я мог не заметить этого краба? Все у нас теперь краб, мы можем сделать краба. Отлично. Так, разрежьте. Герметичный ящик с припасами. Блин, тут нужен резак лазерный. Или нож. Нет, нужен именно резак. 99 секунд, это очень мало. Радует меня то, что в этом выпуске получилось без очень напряженных моментов. Я не готов был столько нервов тратить. Давайте все кислородные баллоны зарядим. Какая у нас теперь задача? Смотрим, костюм краб. Вот наша задача. Мы должны сделать костюм краб. Он сможет погружаться еще глубже. И тогда мы пойдем на зеленую. Такой вот план. Небедленно пополните запас жидкости. Эта фраза звучит как издевательство. Я повсюду вижу жидкость, и я не могу ее использовать. Вам не кажется реально, что это издевательство? Мы живем на планете, большая часть которой покрыта водой, которую даже пить нельзя. Ну, это рыба зато может. Вот рыбе, да, все блага мира. Все для рыбы. Я узнал, наконец-таки, для чего нужны вот эти вот споры цветов. Мы создаем бензол на их основе. Ну что, давайте попробуем сделать краба. Пластеловый слиток нам нужен. Эмалевое стекло, энергоячейка и микросхема. Окей, пластеловый слиток, по-моему, мы можем. Пластеловый слиток готов. Эмалевое стекло. Вот с этим, мне кажется, у нас будут проблемы. А, нам даже не нужно... Раньше нужен был зуб сталкера, но теперь сталкеров нету. И нужно стекло, свинец и алмаз. У нас есть все, но, по-моему, нет алмаза. Боль! Что ж, тогда это будет наша задача на следующую серию. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании под видео. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!